Продолжение следует... 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 Но и для них она тоже является, во их вере, тоже заслуживаться. Мне часто задают вопрос, ну а как вот с той иконой первоявленной, где вот она, все-таки сгорела она, украли и сгорела. А вот ей часто говорили, завтра об этом поговорить, а мне почему-то не верится. Вот не верится, да и все, что нет ее. Она где-то есть. И думается, что настанет время, она войдет опять в тот собор, который построен на месте ее явления. И вот сейчас, конечно, нельзя всем войти, но в строящемся у нас соборе мы воссоздаем пещерный чад, монограмм, той подлинной красоте, которой он был. И подходишь к месту явления, там есть оно. И невольно хочется упасть и сказать, цельца небесная. Века прошли. Миллионы людей прошли через это место. Но оно по сей день свято. Как некогда явилось в образе неопалимой купины. Грязь и не сгораем. Как был слышен голос Божий к Моисею. И сними огонь, сапоги с ног своих. Ибо место, где ты стоишь, святое место. И вот когда мы приходим обычно в храм, и особенно к святыне прикладываемся, конечно, у нас нет традиции снимать сапоги и огонь. Но сними грязь души своей. Подойди и начни кайцом. Начни молиться. И поверь. По твоей вере, твоей обращенности к Царице Небесной ты обязательно будешь услышать. Обязательно. И не сомневайтесь даже. Вы скажете, я просила болезнь, чтобы ушла. А я болею. Просила. Ты просишь то, что тебе надо сейчас, в этой временной, мгновенной жизни. А ты проси у нее, чтобы исполнилась не твоя воля только. А твое прощение исполнилось бы тогда, когда оно будет полезно тебе для твоего спасения. И совсем все будет по-другому. Я не буду утомлять вас, да и сам устал. Завтра мы вновь с вами встретимся, будем молиться. Я говорил, ведите всех. Берите дома на улице, соседей звоните. Ну, пойдемте молиться, Матери Божией. В день ее памяти. Чтобы мы почти Царицу Небесную. А она никогда в лагу не бывает. Пресвятая Богородица, помогай нам. Аминь. Спасибо, Господи.